Всем привет! Сегодня хотел бы с вами рассказать, как, используя синусоиду, либо косинусоиду, создать паттерн определенный и использовать его для того, чтобы создавать какие-то поверхности. Вы сейчас видите перед собой пример. Это условная цилиндрическая поверхность, на которую был нанесен вот этот паттерн. Условно плоский, потому что он не плоский. Но в данном случае это, кстати, не синусоид, это косинусоида. Но, в принципе, отличить нельзя, потому что это практически одно и то же. Чуть-чуть просто отличаются зависимости там, но вообще не критично. Значит, это условно плоский паттерн, но он имеет вот такие заглубления. И этот плоский паттерн нанесен на цилиндрическую поверхность. У меня просто была небольшая задача, попросили сделать вот такие кружечки, можете видеть. Помог сделать одному человеку. Ну и заодно, как следует, разобрался в понятии синуса, кое-какие закрыл пробелы и хотел бы вам сегодня рассказать об этом. Это видео будет состоять из как минимум двух частей. И в первой части я хочу вам рассказать теорию. То есть я вам покажу, что такое синус, откуда он берется, откуда взялось число π, так как это число нам нужно будет, что такое радианы и как, понимая все это, создать синусоиду либо косинусоиду. Кстати, вот это будет вам еще полезно в том случае, если вдруг у вас есть какие-то пробелы в школьной математике. Поэтому я сейчас начну с азов. Ну а прежде чем продолжить дальше, хочу добавить, что спонсором нашего сегодняшнего ролика является SkyArchSchool, школа параметрического моделирования, в которой на ваш выбор вы можете освоить Grasshopper с основными принципами параметрического моделирования, моделирование Врина, Норбс, Сабди-моделирование и также основы градостроительного моделирования и ГИС-анализа, которые позволят грамотно подойти к разработке концептуальной части проекта. К изучению материалов вы можете приступить в любой удобный для вас момент на нашей платформе. Я являюсь преподавателем и автором данных курсов. Чекните ссылку в описании и по ней на нашем сайте вы можете получить доступ к нашим курсам. И давайте вернемся к теме нашего ролика. Когда мы высчитываем углы, то тогда мы говорим о том, что мы можем получить синус того или иного угла. У нас с вами изначально, сейчас такая самая базовая теория, изначально у нас с вами есть окружность единичная. Что значит единичная окружность? Это значит, что радиус этой окружности равен одному. Вообще, в принципе, вот это понятие единичности, оно очень часто встречается в Grasshopper и в Ryan. В принципе, в других тоже сферах и областях тоже встречается. Иногда мы делаем так называемую функцию Reparametrise, то есть мы превращаем объект из его действительных реальных размеров в единичные размеры. Например, мы можем создать единичную кривую, единичную поверхность и так далее. И на самом деле, когда мы имеем дело с единичными объектами, это очень удобно для расчетов. Ну так вот, давайте представимся. Вот у нас есть две оси, ось Y и ось X. То есть классика математики. То есть это в тригонометрии, это в алгебре. Да, то есть две оси у нас. Мы работаем с вами на плоскости сейчас. На пересечении этих осей мы ставим некий центр и создаем окружность, радиус которой равен 1. И давайте рассмотрим, что такое синус. В данном случае представим себе, что мы рисуем некую линию от центра до окружности. То есть мы ее состыкуем, пересекаем с окружностью, и затем строим прямоугольный треугольник. То есть мы взяли вот эту точку, спроецировали ее на ось X и затем построили прямоугольный треугольник. И как раз таки мы с вами имеем определенный угол, да, это в районе там, ну, чуть меньше 45 градусов. У нас получается какой-то угол альфа. И синусом угла альфа является что? Давайте посмотрим. Значит, вначале надо обозначить, да, давайте я сейчас цвет поменяю. Значит, у нас есть гипотенуза А. Кстати, наверное, лучше даже белый цвет взять. Вот у нас с вами есть гипотенуза некая, я ее назову А. Есть противолежащий катет, вот это, и есть прилежащий катет. И что такое синус? Синус – это отношение противолежащего катета к гипотенузе. В разделить на А. Что такое косинус? Косинусом угла альфа будет являться уже отношение прилежащего катета к гипотенузе. То есть, С разделить на А. И вот смотрите, в чем здесь в данном случае удобство. А у нас равно единице. Всегда, потому что мы работаем в единичной окружности. И в таком случае мы с вами работаем исключительно с катетами. То есть, мы берем просто катеты и все. То есть, нам гипотенузу не нужно учитывать, потому что любое число поделить на 1 – это будет то же самое число. Тогда в таком случае мы работаем вот с этими величинами. То есть, нас интересует либо катет B, либо катет C. И он, как вы можете видеть, лежит исключительно на оси Х, этот катет. А этот у нас точно так же мы его перенесем. То есть, мы спроецируем. И мы также его перенесем на ось Y. И в данном случае мы понимаем, что нас интересуют исключительно вот эти величины. Вот эта величина и вот эта величина. Эти числа никогда не выходят дальше области определения от минус 1 до 1. Иначе говоря, косинус или синус, они всегда находятся в диапазоне от минус 1 до 1. Давайте нарисуем новый угол. Давайте черным воспользуюсь. Вот, например, есть какой-то угол альфа. Ну, уже не альфа, а угол бета. Тогда мы берем, просто проецируем под 90 градусов вот с этой точки на ось синусов, либо проецируем на ось косинусов. И в данном случае здесь получается некий синус. Ну, условно, давайте скажем, что это 0.9 до 0.95. А вот это будет, например, 0.45, например. Ну, примерно действительно так и есть. Кстати, можем в рино здесь сейчас построить более подробно, да, то есть более точно и посмотреть. Давайте сделаем это. И я сейчас поверну под углом, например, 30 градусов. Вот 30 градусов, да. Соответственно, что я получаю? Я сейчас беру вот эту точку, под перпендикуляром ее опускаю на ось синусов, и здесь под перпендикуляром опускаю на ось косинусов. И здесь я могу вот это расстояние посмотреть. Вот обратите внимание. Значит, вот этот угол у нас равен 30 градусам, альфа равен 30 градусов. И обратите внимание, косинус, вот этот косинус будет 0.865, а синус будет 0.5, ровно 0.5. Здесь будет 0.865. Следовательно, как мы это записываем? То есть синус 30 градусов равен 0.5, а косинус 30 градусов равен 0.865. Вот. То есть все очень легко и просто. Конечно, это все записывают в более красивых там величинах, типа корень из 3 разделить на 2 и так далее, и так далее. Но мы этим не будем пользоваться, нас это вообще не интересует. Сейчас я измерения проводил в градусах. Что такое градусы, это понятно. Мы с этим сталкиваемся ежедневно. Просто взяли, разделили окружность на 360 кусочков и получили, в общем, получили градус. Но величины в тригонометрии у нас измеряются так же и в радианах, агроскопер исключительно, изначально по умолчанию принимает только радианы. Что такое радиан? Это очень важно понять здесь, что такое радиан. И вообще из этого как раз таки рождается понятие pi. Если мы с вами возьмем радиус, вот это у нас 0, это у нас радиус, да? То есть радиус равен 1, правильно? То есть мы берем с вами веревочку длиной 1, неважно, 1 метр либо 1 сантиметр, и затем ее вот таким образом кладем на окружность. То есть она так ложится. И если мы с вами проведем вот такую линию и измерим вот этот угол, то это и будет 1 радиан. И 1 радиан примерно, давайте сейчас, 1 радиан примерно равен 57 градусов, там 57 целых там сколько-то градусов. И вот этих радианов в половине окружности помещается 3,14. То есть если я еще положу и еще положу. И вот здесь в конце у меня получается маленький кусочек, который равен 0,14 там и так далее, и так далее, и так далее. И как раз таки pi у нас, если вы помните, это 3,14 и там сколько-то значений после запятой, да? Там дальше идет бесконечный ряд чисел. И это pi отражает количество радиан, которые помещаются в половине окружности. Как раз таки вот почему они и получаются. И когда мы с вами работаем в гроссхопере, то мы должны с вами понимать, что мы, если вы хотите работать в градусах, то мы должны их преобразовывать, да? Мы должны, вообще в принципе мы должны в синус и в косинус подавать радианы. Но если вы понимаете, что вы работаете в градусах, тогда эти градусы нужно преобразовать в радианы. В более понятном виде. Вот сейчас мы сюда с вами пойдем, и я это более подробно объясню. И так далее. Ну, соответственно, 3,14 радианов помещается в половине окружности. Это вот период, да? То есть вот это полкруга. А остальная часть еще, это еще pi. То есть итого 2 pi, то есть 6,28 радианов. Да, вот 2 умножить на pi у меня здесь подписано. Это pi. Это 1,2 pi. Я вот так буду писать pi. А здесь, по-моему, 3,2 pi. Ну, что-то вроде такого. Значит, у нас здесь в Гроссхопере, в тригонометрии, в математике есть, во-первых, sine, cosine, да? Вот. И во-вторых, есть degrees и radians, то есть 2 нода. Они позволяют нам как раз-таки преобразовывать. Значит, это degrees, это градусы. То есть degrees, это градусы, преобразовать в радианы. А радианы преобразовать в градусы. Вот давайте посмотрим. 1 радиан равен, ну вот, 57,29 и так далее, и так далее, градусов. Далее. Например, 30 градусов. В радианах это будет 0,523 радиана. То есть это не целый радиан, это примерно половина радиана. Да? Это такая базовая штука, касаемая круга. Я думаю, здесь вам что-то получилось осознать. Давайте дальше переместимся уже на прямой. То есть развернем этот круг на прямой. И посмотрим, как выглядят синусоиды и косинусоида. Вот у меня здесь рядом с кругом уже развернутый круг. Значит, смотрите, у меня здесь две оси. Значит, у меня есть ось такая, да? То есть вертикальная, есть горизонтальная ось. На горизонтальной оси мы располагаем как раз-таки... Горизонтальную ось мы будем считать в радианах. То есть используя исключительно π. И у нас получается, да, такая ось и диапазон. В данном случае мы рассматриваем синус, да? То есть от минус 1 до 1. Сейчас я буду параллель проводить с окружностью. Буду показывать вам. Вот обратите внимание, если мы с вами берем вот эту четверть окружности, то она здесь выглядит вот так. То есть мы с вами развернули круг. Получается вот такая синусоида. Вот смотрите, у нас здесь 0. Здесь у нас π пополам. Вот эта точка, да? Вот она. Это π. Вот она. Это у нас 3 вторых π. Вот здесь. И 2 π. То есть мы раз, два, три, четыре. Здесь то же самое. Раз, два, три, четыре. Взять, например, π разделить на 4, да? π разделить на 4. Это где-то будет вот здесь. То есть мы с вами возьмем на синус, спроецируем. Здесь будет какое-то значение. Ну, условно, давайте представимся, что это там, например, 0,8. Соответственно, мы берем 0. Здесь у нас половина. Здесь где-то 0,8. И вот π разделить на 4. Мы получаем вот эту точку. Так, вот так. То есть вот эту точку мы получаем. И таким образом мы должны с вами строить вот такие углы. Чем больше, тем более детализированное получится. Но можно на самом деле не заморачиваться сильно. И вот в каждой вот этой точке высчитывать, сколько это радианов, проецировать на ось синусов и высчитывать вот эти вот значения. И таким образом вы получите, ну, такую кривую, да, более точно. Но я сейчас в общем стиле я это дело рассказываю. Я думаю, это все понятно. Здесь ключевые моменты следующие. Если мы хотим получать синусоидальную волну, мы должны обязательно, чем больше мы хотим повторений волны, то есть чем больше мы хотим, ну, амплитуд волн, да, повторить, то мы должны использовать обязательно π, как вы видите, да, то есть 0π разделить на 2π и так далее. То есть это первая область определения. Например, в данном случае у нас область определения от минус π, то есть мы будем создавать домейн от минус π до 2 умножить на π. Это первая, это первый диапазон, первая область. И вторая область, как вы видите, от минус 1 до 1, вот так. Причем, если вы хотите увеличивать непосредственно вот амплитуду волны, то есть, да, высоту волны, то есть, может быть, вы захотите как-то ее вот таким образом сделать, да, волну, такую, например, вы хотите волну сделать, да, вот такую, то, соответственно, нам нужно будет вот эту область, вот эту область, нам нужно будет ее преобразовать, диапазон от минус 1 до 1 в любой другой диапазон. Например, здесь будет 2, да, и здесь минус 2. Тогда нам нужно преобразовать от минус 2 до 2. И таким образом мы воспользуемся в математике таким нодом, как Remap Numbers. И он нам позволит все это дело преобразовать. И таким образом у вас получится волна. Тем более, что если я говорю вам про бесшовный паттерн, а если мы хотим это завернуть, то паттерн должен быть бесшовный. То есть, условно говоря, если я хочу, ну, я уже показывал вначале, вот. Соответственно, он должен заканчиваться правильно математически. И дальше вторая часть может повторяться. То есть, она должна быть бесшовной, видите? То есть, не так, что, например, у меня синусоидальная волна 1 вот так закончилась, как-то вот так, да? А вторая волна начинается, например, как-то вот так, я не знаю. Ну, не знаю. Вот, например, вот так она началась. Так же. Видите, здесь образуется разрыв. То есть, это не бесшовная волна, а вот это вот у нас будет бесшовная. И вот, в целом, такая теория. И сейчас давайте перейдем непосредственно к практике. Вот, все это запомним. Зафиксируйте все это где-то, я не знаю, может, даже от руки запишите в тетрадке. Попробуйте осмыслить, если у вас есть в этом пробел. Со временем все это дело уляжется. Если вам все непонятно с первого раза, это абсолютно нормально. Со временем вы это дело осознаете, главное захотите. Приступим к следующей части. Перейдем с вами к одиночной волне. То есть, вот у меня есть некие волны, но я сейчас рядом создам эти волны. Волны мы будем создавать с вами на основе паттерна. Я советую, каким образом работать. Если вы хотите решить какую-то задачу, если вам ее сложно решить, там может быть много параметров, я беру упрощенный вариант этой задачи и пытаюсь ее осмыслить с минимальным количеством параметров. Если я решаю ее в маленьком масштабе, я потом ее масштабирую эту задачу. И, как правило, у меня получается. Я очень много времени могу потратить на задачу сложную. И у меня бывали такие моменты, что у меня не получалось ее решить. Но потом, когда я ее масштабировал до маленькой задачи, то есть я ее простил, максимально решил, и у меня все получилось. Начнем мы с точки. И вообще, в принципе, синус мы будем строить на основе точки. Здесь можно по-разному идти, на самом деле. Эту точку можно либо дублировать при помощи... В трансформе у нас есть array и linear array. Можно так сделать. Можно построить линию. В данном случае у меня здесь строилась линия. И затем я при помощи Divide Curve просто строил количество точек. Я, наверное, таким образом и пойду. Я построю линию сейчас. У меня есть в кривых примитив Line SDL, такой классный нот, который строят на основе вектора. Направление у меня Y. И длина какая-то, неважно какая, например, 200. Вот. Такая вот кривая. Далее уже строим точки на основе Divide Curve. Очень простой способ. Кстати, я забыл бифокалус включить. Все время забываю. Ноды не подписываются. Молчанию. Это делается для вас, чтобы вам было проще потом собрать этот скрипт. Ну и количество точек. Кстати, чем больше будет точек, тем будет более точной кривая, то есть количество контрольных точек. Но это все сказывается на финальной поверхности, поэтому не переусердствуйте с количеством контрольных точек. То есть нужно найти баланс. То есть если форма вас устраивает, синусоида, то есть она не супер там отвратная получилась, то остановитесь на этом. У меня были такие проблемы. Чем больше контрольных точек, потом это все на изолиниях, на сложности поверхности сказывается. И потом эта поверхность становится очень тяжелой, если у вас особенно слабый компьютер. Да и в принципе даже если у вас мощный ПК, тоже не надо с этим шутить. То есть такой баланс должен быть. У нас есть точки. И это как раз таки аналогично тому, что мы с вами делали. Обратите внимание. Давайте я сейчас перейду, наверное, в такой вид. Представьте себе, что это условная ось х, а вот это у нас здесь условная ось у. И мы вот сейчас через эти точки будем строить волну. В каждой из этих точек мы вычислим синус. Соответственно, будем двигать эти точки вверх или вниз. Например, да, как-то так. То есть у каждой точки индивидуально вычисляется синус. И мы затем построим вот такую волну по ним. Уже непосредственно по точкам мы построим кривую методом Interpolate Curve. Все получится. Но здесь есть некоторые тонкости. То есть, во-первых, мы должны создать область, о которой я говорил, да, от, там условно у нас было от минус пи до трех пи или там двух пи, неважно. Это можно будет регулировать. Поэтому мы с вами идем в математику, в домейн и конструируем нашу область, да. И если мы хотим, чтобы у нас именно была бесшовная волна, то мы должны здесь четко задать конкретное количество пи. То есть, там у нас будут целые числа. То есть, у нас не будет таких числа с плавучей точки типа float. Поэтому идем в математику и берем пи. То есть, в видео мы берем пи. Давайте сделаем минус 2 пи. От минус 2 пи до 2 пи попробуем в начале. На самом деле, давайте пока отдельно делать. Потом можно просто объединить это. Но не суть. Оптимизировать можно всегда. Самое главное понимать суть того, что мы делаем. А сейчас мы именно это и пытаемся делать. Давайте обратим внимание, что у нас получилось. Как раз таки та форма записи, о которой я вам и говорил. От минус 2 пи до 2 пи. Видите? Это значит, что мы будем иметь дело... Давайте даже здесь я, наверное, просто сделаю минус 1. Вот. Чтобы было похоже. То есть, значит, мы с вами будем иметь вот такую форму волны. Начиная от минус пи, заканчивая 2 пи. Видите? Вот. И теперь воспользуемся range, диапазон. Вот как раз таки, почему мы пользуемся именно range. Потому что он создает область, точнее диапазон от... Ну, в принципе, область и диапазон не сильно друг от друга отличаются. От каких-то до каких-то значений. По умолчанию у нас здесь стоит... Вот смотрите, навожу стрелку мыши. От 0 до 1. Steps 1. Steps 10. То есть, всего сколько шагов, да? И получается, что у нас... Мы получаем список. Но мы с вами знаем, что у нас есть 50 точек. И мы должны для каждой из этих точек... Списки точек. Их 51, кстати. Вот для всех этих точек... Получить значение синуса. И для этого как раз таки мы должны создать с вами вот такой список. Поэтому здесь нас будет интересовать Steps. Домейн это вот эта штука. Ведь он уже создал. Здесь Steps 10. А нам нужно создать 50 шагов. 50. Кстати, такая особенность. Мне говорили уже, почему все время мы делаем вот таким образом. То есть, мы вычитаем единицу отсюда. Зачем мы... Точнее, ListLength нужно сделать. То есть, нам нужно количество элементов, да? То есть, длина списка. Длина списка это сколько элементов содержится в этом списке. Вот 51, но мы делаем 50. Почему? Предлагаю вам вот эту ситуацию промоделировать у себя на компьютере и посмотреть, что будет, если вы вот эту штуку не сделаете. И вы поймете, что ее нужно делать обязательно. Это именно в связке с нодом Range, который создает диапазон чисел в заданной области. Мы получили как раз-таки значения в радианах. Видите, обратите внимание. То есть, первое минус P, минус 2,95 радиана, минус 2,764. И вот эти радианы будут сейчас назначаться точкам. Они уже... Так как у нас точек 51. И видите, вот, кстати, видите, здесь 50. А если здесь мы не будем этого делать, то будет 51. То есть, два неравных списка получается. Вот смотрите. Две... Значит, список точек. Видите, последняя точка имеет индекс 50. А здесь последнее число равно 50. Имеет индекс 51. А у нас два должны быть равных списка. Если мы... Ну, то есть, если мы так задумали. Но если вдруг вы задумали так, что у вас должны быть неравные списки, то, соответственно, наверное, вы так задумали. То есть, относиться нужно к этому особенно, осознанно. Теперь мы можем вычислить синусы. То есть, мы подаем радианы и получаем синусы. Но я буду получать не синусы, а косинусы. В принципе, разницы нету, да? Как мы поняли уже. Вот таким образом я получаю теперь вычисленные косинусы. Теперь у нас есть значения вдоль... Давайте сейчас перейду вот сюда. Вот эти значения, которые мы получаем в range, это условно значения по оси x. Вот это оси x. А вот эти значения, это значения по оси y, которые у нас идут в области от минус 1 до 1. И, кстати, можно посмотреть это. Вот смотрите, видите? Таким образом мы с вами вычислили косинусы. И теперь, так как у нас косинусы от минус 1 до 1, если вдруг мы будем сейчас двигать точки... Давайте попробуем подвинуть. Я, значит, беру transform, move. И двигать я буду по вектору x. Давайте сейчас так вот довольно по-простому сделаем, да? То есть это наши числа, то есть вектора движений, да? И наши геометрии, это наши точки. Вот они. Давайте посмотрим, что получится. Обратите внимание, что да, действительно, я вот эти точки скрою сейчас. Видите, волна получилась, но она... У нее очень амплитуда маленькая. Давайте сейчас я создам методом interpolate. Вот, видите? То есть получилось, что амплитуда маленькая. Амплитуда у нас в области от минус 1 до 1, понимаете? То есть минус 1 миллиметр до 1 миллиметра. Соответственно, да, вот здесь, видите, квадратик 1 на 1 миллиметр в райна. Для этого что нужно сделать? Как я сказал, воспользоваться преобразованием чисел. То есть нам нужно пропорционально изменить числа из одной области в другую. Просто пропорционально их увеличить. Для этого мы воспользуемся нодом Remap Numbers. Кстати, здесь по-простому можно было бы воспользоваться умножением. И на самом деле это тоже сработает. Но лучше всего пользоваться Remap Numbers. Давайте. Почему? Я сейчас объясню, почему. Давайте сделаем умножение вначале. Умножим на какое-то число. Например, на 20, да, для начала. И вот просто так заменим. И вы увидите, что у нас... Вот чем удобно, да, единичные значения в том, что вы просто все высчитали в единичных, а потом просто умножаете на коэффициенты. То есть, по сути, это просто коэффициент, который увеличивает амплитуду. Но обычно все-таки, да, мы пользуемся Remap Numbers. Значит, у нас здесь три входа. Value. То есть, это значение, которое нам нужно, да, преобразовать, Remapнуть. Видите, подписывается Value to Remap. Source — это у нас исходный диапазон. Исходная область, точнее. И Target — это целевая область, которую мы хотим преобразовать. Это, значит, наше значение. Нам нужно сказать, какая исходная область. А исходная область у нас определяется нодом Bounds. Вот, обратите внимание. Вот минус одного до одного, да. Вот так, Source — это переводится как источник. И Construct Domain. Здесь, в чем прелесть, мы можем задать разную область. То есть, например, от минус десяти, там, да, то есть, например, от минус двадцати, например, до двадцати. То есть, мы сразу даем область и вот таким образом заменяем. И получается, что у нас волна идет вдоль оси. Но я могу задать область от нуля до минус двадцати. И тогда моя волна, видите, так смещается от нуля до двадцати. Этого вы, конечно, вряд ли добьетесь при помощи простого умножения. Потому что, если я просто умножаю, то у меня просто идет умножение на числа там. И просто она идет вдоль вот этой оси, растягивается волна таким образом. Вот так. То есть, амплитуда вот так растет. Вот. А здесь я могу волну смещать. То есть, я могу ее вот так растягивать вдоль вот этой оси. Могу ее сюда переместить. Могу смещать ее и так далее. То есть, у меня есть возможности, больше возможности управлять этой волной. Мне это больше нравится. Таким образом, у нас получилась волна. Я все-таки верну от минус двадцати до двадцати, да. Вот так. Конечно, панелька, наверное, не самый правильный вариант, да. Поэтому давайте параметризируем это число. Поэтому я просто создам двадцать. И возьму нод negative, который переводит значение в отрицательное. Подключу сюда. А без перевода в отрицательное значение я подключу просто в domain start. Таким образом, я могу управлять волной. Высотой волны. И если мы хотим управлять вот этими факторами, то мы здесь тоже должны добавить с вами значения. Например, пять. Здесь тоже может быть пять, но тоже с negative. Взять negative. Вот. Обратите внимание. Таким образом, мы можем... Видите? То есть, она в одну сторону, в другую сторону растет волна. И вот здесь как раз-таки появляется вот эта проблема. Видите? То есть, количество контрольных точек мало относительно. Давайте я их поставлю. Вот. И, соответственно, у нас interpolate строится так себе. Поэтому здесь нужно увеличивать просто количество контрольных точек. Тогда у нас все будет хорошо. Вот. Так, кстати, не то сделал. Вот это мы сейчас уберем. Ну и плюс еще надо, конечно, увеличить, потому что этого недостаточно. Давайте 150 сделаем. Вот. Чем более такая крутая у вас волна, вот, тем больше контрольных точек нужно делать. Ну, то есть, здесь понятное дело, да, у меня вот... То есть, я сужаю, увеличиваю, да, вот этот параметр. Все эти параметры надо подписать и правильно использовать. И все. То есть, подписать, вывести в начало, и все, и вы можете управлять. И обратите внимание, что фактор P у меня целое число, и поэтому у меня есть возможность сделать этот паттерн бесшовным. Вот обратите внимание, здесь у нас идет открытая волна, да, условно. Вот если у меня есть 9, то у меня этот паттерн бесшовный получается, видите? То есть, волна. То есть, я могу смело сейчас запечь вот эту волну, сделать баик. Вот. Сейчас я ее перенесу туда. Так. Вот здесь. И я могу ее скопировать и перенести ее вот сюда. Ну, я получил, в принципе, бесшовный паттерн. В принципе, вполне меня этот вариант устраивает. Ну, соответственно, если у меня, например, вот такое какое-то число, да, то бесшовный паттерн у меня не получается. Обратите внимание, почему. Я запек. Вот, давайте посмотрим. Вот так. Вот. Видите, ну, я не могу его состыковать, так как мне нужно все-таки... Вот, видите, паттерн не бесшовный. То есть, у меня явные проблемы. И поэтому, следовательно, мы что делаем? Мы отыскиваем закономерности. Какие закономерности? А мы смотрим, при каких значениях пи. Вот я здесь, наверное, ставлю значение 1. И я вижу, что у меня тогда, когда у меня числа нечетные, вот видите, например, 5, 7, 9, то, соответственно, волна получается бесшовная. Поэтому я на number slider правой кнопкой мыши щелкаю, выбираю slider type в всплывающее меню, и ставлю out numbers. То есть, out numbers — это только у нас нечетные числа. Если бы у нас был синус, то мы бы, скорее всего, использовали бы четные числа, и было бы все наоборот. Но как получить вот такой паттерн? То есть, чтобы у нас было много волн, и все они создавались рандомно? Давайте разбираться с этим в следующей части видео. Если вы хотите приблизиться вот к такому паттерну, я не буду полностью его делать. Я буду использовать 4 волны сейчас. эти точки я буду создавать вручную, но вы можете их по-разному создать. Например, тоже, например, вы можете использовать array, чтобы просто одним параметром управлять. Я просто создам несколько точек. Давайте set multiple points. Так, создам их. Раз, два, три и четыре. Мы видим, что каждая волна, она не индивидуальная. Все волны одинаковые. Правильно? Исходя из этой логики, мы должны сделать что? Мы должны каждой волне дать свои собственные значения. И подать мы должны их в виде списка, который будет равен длине этого списка. Что такое длина списка? Еще раз, это количество элементов, которые содержатся. В этом списке. То есть, смотрите, эти кривые. Так, я сейчас сделаю flatten. То есть, я упрощу структуру и сделаю из этого список. Смотрите. То есть, в конце у нас получается список из четырех кривых. Planar Curve. То есть, это плоские планарные кривые. То есть, все элементы этой кривой находятся в одной плоскости. Либо на одном construction plane, либо C plane. Если я хочу задать индивидуальные параметры, допустим, количество волн, то я должен дать ровно на каждый элемент. Например, давайте я сейчас проиллюстрирую. Вот смотрите, у нас сейчас подается одно число. 11. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть, у нас получается пи. Видите, вот. То есть, здесь пять число. 7, 9, 11. И теперь я должен сделать следующее. Вот смотрите. Вот это число, оно подается на все элементы одинаково. По принципу взаимодействия самого длинного списка. То есть, что это значит. Значит, если у нас есть два списка. Вот я их сейчас нарисую. И, например, неважно, я здесь буду сейчас целыми числами работать. Например, здесь есть один элемент. Например, цифра 1. А здесь, например, ABCD. То есть, четыре буквы находятся. Да, естественно, у каждого из этих элементов у нас есть собственный индекс. Здесь индекс 0, 0, 1, 2, 3. И если вдруг, в данном случае, вот этот мой фактор 1, и я хочу управлять вот этими буквами, да, то как получится? То есть, этот элемент взаимодействует с первым элементом второго списка, а у этих элементов, у элемента BCD нету своей пары. Поэтому какая логика? Логика в том, что по умолчанию у нас есть другие способы взаимодействия. Вы, может быть, знаете, тут есть его в списках. Cross Reference, вот он, Cross Reference. Там Longest List, Short List, да, то есть, самый короткий список, самый длинный и Cross Reference. По умолчанию у нас идет взаимодействие по логике Longest List. Если вы хотите осознанно сделать Short List, то вы должны использовать нод Short List. Но по умолчанию Longest List. И так как у этих элементов нет пары, у BCD, то тогда они забирают на себя просто крайний элемент. То есть, этот элемент является первым и самым крайним. Но если вдруг здесь будет два элемента, 2 будет, да, цифра, то, соответственно, какое взаимодействие будет? Взаимодействие будет очень простое. То есть, вот у элемента 1 есть пара, это А. У элемента 2 тоже есть пара, то есть, Б. А у элемента C и D нету пары. Соответственно, что произойдет по логике? То есть, C и D заберут на себя двойку. То же самое дальше, логика. Если вдруг будет цифра 3, то у нас тоже получится та же самая история. То есть, у 1 и А это пара, у 2 и Б это пара, 3 и С тоже пара. Но у D нету пары, поэтому он забирает на себя последний элемент. Вот это нужно твердо осознать. То есть, нужно стараться соблюдать, во-первых, это даже не то, что нужно стараться, это нужно обязательно соблюдать, без этого никак. То есть, осознанно подходить к тому, что у вас при взаимодействии должны быть два списка одинаковой длины. Ну, либо там, например, этот список состоит из одного элемента, а это там много элементов, тогда, естественно, он действует просто на каждый элемент, да. Либо если вы работаете с деревьями данных, то структуры деревьев данных и количество веток, количество элементов, то есть, в ветках, да, должны быть одинаковыми. И уровни дерева тоже должны быть одинаковыми. То есть, это все, за этим всем нужно следить. Смотрите мои видео на YouTube, либо записывайтесь на мой курс, и я вам там это объясню, вы поймете это все. Так как у нас 4 волны, и мы хотим, чтобы у каждой волны, по логике, по аналогии вот с этой, да, мы получили разное количество волн. Для этого мы должны, вот этот фактор P, мы должны здесь подключить несколько значений. Это можно сделать, в принципе, вручную. Давайте это сделаем. Давайте вот сейчас я просто копирую. Вот у меня 4 элемента. И я при помощи Merge, так их объединю, вот смотрите, вот видите, ничего не произошло. Интересно, да? А теперь, если я меняю, обратите внимание, что происходит. Здесь дело в том, что вот здесь пошла структура дерева, и здесь мы должны поставить графт, чтобы тоже была одинаковая структура. Вот так. В общем, это я сейчас акцентироваться на этом не буду. Внимание, внимание акцентировать на этом не буду. Посмотрите видео на моем канале. И таким образом мы с вами получаем бесшовную текстуру. Текстуры, но видите, как одинаковое количество волн, но получается такой рандомный паттерн. Но здесь в данном случае я его сам редактирую, да? Это на самом деле не очень, ну как бы как вариант хороший. Это вообще вполне нормальный вариант. То есть вы можете попробовать так сделать, это будет классно. Но есть еще другой вариант, то есть рандомная генерация. Как же рандомно сгенерировать? Я здесь вижу, что у меня самое маленькое число 3, то есть допустимое количество волн, да? То есть вот здесь вот 3, число 3 и 11 максимально, да? Больше уже, наверное, в данном случае не будет смотреться. Поэтому я создам числовую последовательность, series, в котором расстояние между числами будет 2, для того, чтобы они были нечетными. А начинаться число будет с 3, то есть стартовое число 3. Step – это 2. И count – как раз таки здесь мы завязываемся на количестве волн. Но у нас волны строятся на основе линии, поэтому мы можем взять линии. Я просто беру длину этого списка, это число, и подключаю count. И таким образом я получаю список чисел. Видите, последовательность 3, 5, 7, 9. Я могу смело подключить это сюда. Но тут вы можете смело заметить. Кстати, я могу развернуть этот список. Смотрите, правая кнопка мыши – реверс. Видите, просто поворачивается. И здесь вы можете наблюдать закономерность. То есть вот здесь вот у нас, обратите внимание, так же как идет, да? То есть вот здесь у меня 3, и вот у меня это число, грубо говоря, ну то есть… И это распространяется последовательно. То есть вот эта вот у меня волна имеет индекс 0 в списке. Это индекс 1, это индекс 2 и индекс 3. Соответственно, давайте вот так сделаем. То есть так как на основе линии строится, да, то я сейчас буду это в пример приводить. То есть взаимодействие идет так. Так, тройка назначает сюда, сюда из пятерка, сюда семерка, сюда девятка. Соответственно, тройка назначилась вот сюда, так как эта линия у нас имеет индекс 0. Вот она, вот. А на основе этой линии строилась синусоидальная волна, поэтому синусоиды точно… Ну то есть у всех параметров дальше точно такое же, то есть положение в списке. Ну и так далее, да, видите, 5 здесь, 7 здесь, 9 здесь. И проблема в том, что здесь нет какой-то рандомности. То есть все, здесь четко идет сверху вниз. И оно тоже имеет место быть, то есть вы это тоже можете использовать. Но здесь можно еще добавить рандомности. То есть что для этого нужно сделать? Можно воспользоваться, конечно, рандомом, но в данном случае лучше воспользоваться jitter, так как мы уже список сгенерировали, и сейчас нам нужно его перемешать. То есть нам его нужно просто случайно перемешать. А jitter как раз-таки перемешивает случайный список. Вот как раз-таки лист и jitter – это число перемешивания. То есть у нас идет число перемешивания от 0 до 1. То есть обратите внимание, видите, zero no shuffling, one dot all – это complete shuffling. То есть полное перемешивание. А мы можем создать вот такое число и полностью перемешать. Плюс есть seed, то есть варианты, да. Так как здесь у нас мы даже можем, кстати, комбинации посчитать. Раз, два, три, четыре. И количество чисел тоже 4, то 4 из 4 – 16. То есть существует всего 16 комбинаций случайных, да. То есть 16 комбинаций, как это может располагаться. То есть 16 вариантов. Поэтому в принципе больше 16 нет смысла. Но в любом случае вы можете любое число задать, там 20 или 50, без разницы. Просто тогда, когда это заканчивается, он оборачивается и дальше идет. Вот смотрите, то есть первый вариант… А, подождите, я не подключил. Давайте вот так подключим к фактору. Вот. 0 – первый вариант, второй вариант, третий, четвертый, пятый. Это шестой, седьмой. Так, первый. Так как у меня идет с нуля, поэтому это первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И в общем 16 будет, по идее… Даже, по-моему, да, 15, этот 16 вариант – это будет последний. Но дальше, видите, он повторяет сначала. Ну, не то чтобы даже сначала, он все равно его случайно делает. Но, то есть, это будет бесконечно продолжаться. То есть, это вот такое заворачивание, в rap называется, в rap. Вот так это пишется, читается как в rap. И оно просто оборачивает вот этот паттерн, и он никогда не закончится. Просто так по кольцу гоняет, и все. Поэтому вы можете вот так вот выбирать. Ну, соответственно, вы можете увеличивать или уменьшать степень рандомности. То есть, видите, смотрите, вот таким образом. Ну, то есть, чем ближе к одному, тем более случайно, чем меньше. Соответственно, нет случайности вообще, а это абсолютно полностью случайно. Таким образом, вы можете найти тут подходящий для вас вариант, который вам понравился. Увеличить количество точек. Давайте увеличим. Даже можно, кстати, их сместить немножко. Кстати, вот это число, начало тоже можно сместить. Но это я сейчас импровизирую. У нас бесшовный паттерн так не получится. Вот. Так, давайте сейчас я все-таки ровно сделаю, мне не нравится. Вот. Видите, таким образом у нас, я вот эти линии скрою, получился случайный бесшовный паттерн. Случайный, да. Вот. Видите. Абсолютно все рандомно здесь генерируется. Но в данном случае мне, честно говоря, вариант понравился. Такой тоже. Видите. Раз. А, ну здесь смотрите, обратите внимание, в чем здесь особенность. Здесь особенность в том, что у меня сейчас волн, то есть на одну больше, да, чем те числа, тем числа, которые у меня есть. Поэтому я могу здесь, в принципе, увеличить количество чисел. Так, сейчас посмотрим. То есть, например, вот так сделать. Тогда у нас получается, да, видите, просто само количество чисел, оно у нас не привязано к количеству точек. Оно просто, ну вот, есть такое, какое есть. Я могу увеличить количество волн, видите? То есть так. Вот. И таким образом я увеличиваю количество вариантов, да? Так, сейчас. Да. А, подождите, я здесь убрал. Смешивание я не подключил. Таким образом у нас получается больше вариантов. Ну, здесь можно уменьшить высоту волны. Для этого мы вот так чуть-чуть сделаем. Увеличить, наверное, здесь надо длину. Потому что, да, вот так поинтереснее выглядит. Вот. И таким образом дальше заниматься тем, что генерировать эти волны, создавать какие-то панели декоративные, фасадные и так далее. И здесь, кстати, одна особенность, так как у меня здесь все в прямоугольнике, да, находится. Обратите внимание, это уже такой следующий уровень. Давайте я запеку это, сгруппирую. Вот обратите внимание, все, здесь получилось, да? И теперь дальше я могу так копировать. И все, это... Так, сейчас. Так, кстати, здесь у меня ошибочка. А, ну вот видите, степ, да. Вся ошибка была в степе. Видите, я степ поменял, и все, и у меня паттерн перестал быть. То есть он стал небесшовный паттерн, стал, да. Вот, кстати, вот, внимательно следите за этим. Сейчас. Сейчас я чуть еще длину волны увеличу немножко, чтобы мне казалось, что это нормально и симпатично смотрится. Ну, например, так, да. Давайте запечем. Bake. Сгруппируем обязательно. Поставим на галочке Yes+, Yes, Please. И посмотрим дальше. Здесь мы можем пристыковывать. Это будет бесконечный паттерн. Такая история, что, может быть, вот этот паттерн, он постоянно будет повторяться, и он вам надоест. Он будет монотонный. В таком случае здесь уже вам надо будет дальше же за деревом данных работать. Если вам будет интересно, как вот более, так сказать, продвинуто сделать, чтобы было вообще совсем круто, то пишите в комментариях вопросы. Весь контент зависит от ваших запросов. У нас, кстати, есть Telegram-чат, и там ребята, те, которые задают вопросы, я даже им иногда индивидуальные видео-ответы записываю. Можете, кстати, перейти по ссылке в чат и спросить у ребят. Если вы не хотите его делать, этот скрипт, но вы хотите его использовать, не хотите его собирать. Более того, если вы хотите сразу получить вот этот скрипт, то смотрите на сайте. Этот скрипт отдельно есть. Его можно скачать. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Оцените это видео, если оно вам действительно было полезно. А мне кажется, это было очень полезное видео. Я даже для себя его оцениваю как полезным. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok